Эксперты, исследователи, ветераны Второй мировой войны приняли участие в круглом столе 70 лет со дня битвы за Кавказ, неизвестной страницей истории, который прошел в Твилийском международном пресс-центре РИА Новости. Битва за Кавказ длилась 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Этому сражению предшествовал ряд событий. Прорыв немецкими войсками советской линии обороны под Харьковом с последующим взятием Ростова-на-Дону, что открыло перед Германией прекрасные возможности в виде захвата Сталинграда и возможность выхода за Кавказе к основным нефтяным месторождениям Советского Союза. Советскому военному командированию требовалось любыми мерами удержать Кубань и Северный Кавказ, так как помимо нефти здесь находился основной после потери Украины источник зерна для Советского Союза и ряд важнейших источников стратегического сырья. В случае потери Кавказа исход войны был бы практически предрешен. Неудивительно, что Гитлер обозначил севернокавказское направление как первостепенное, а чуть позже лично руководил наступлением немецких войск. Лето 1942 года это одно из тяжелых периодов для Советского Союза. Немцы в летнем наступлении они одержали ряд блистательных побед. Крым и Харьков два раза переходили из руки руки. Огромное количество советских войск попало в плен. Создалось тяжелейшее положение на Сталинградском направлении, на Кавказском направлении. И к лету 1942 года враг подошел к предгорем Кавказа. Как раз под руководством генерала фельдмаршала Лесна они пробрались в Клухорский, в Санчаро, на Весовский перевал. Вот стояли уже фактически от Гудауты 20-25 километров. Настолько была опасная ситуация, что если враг мог бы фактически за несколько дней занять Грузию, то миллионная армия на южной границе Советского Союза Турции переходила на наступление. Она шла через иранское, я скажу говоря, Баку. Баку если взяли бы, нефти не было, так как Моздока Грозный посредством грузинских чекистов были взорваны в нефтепропуску и снабжать нефть было бы невозможно. Это значит остановились бы танки, самолеты и так далее. Крах и полное поражение. Значит вот в этот ответственный период, 18 августа 1942 года, Сталин вызывает к себе Берия. Я сейчас хочу подчеркнуть роль Берии в грузинских чекистов. Почему? Потому что долгое время, фактически до 1953 года, вы знаете, что мемуары выходили почти в единичных экземплярах. Не было тогда вот такого массового писания мемуаров, а после убийства Берия и убийства Сталина вообще эта тема была закрыта. Значит вызывает он Берия, Берия берет своих чекистов, Берия берет самых лучших грузинских генеральных полковников. Летят они самолетом на личном самолете Сталина и на личном самолете Берия. В тот же день, утром, пятницу они вылетают из Москвы, окружным путем, потому что в Сорново-Каказе Сталина и Немцы. Они через Среднюю Азию, через Красноводск приезжают в Берийский. Двенадцать часов ночи встречают три первых секретаря братских республик в Рузии и Чарпиане. Армения Гриша Рутенов, бывший сосед Лаурентия Берия, работают за секретарем Горкома. И мир Джафар Багиров, пять орденских орденов Ленина имел. Значит сильнейшие люди и тюленев. Но у них такой подавленный вид был, что Берия самолетовая. Вышел, веровал даже, что это не бритые, в каком-то таком политическом настроении, что это с вами. До нас доходят слухи в городе, нет воды, трамвай не ходит, что трамвай тоже на фронт пошли. В общем, он как маленьких детей руководил, на это имел право, он с этими людьми работал. Он приезжает сюда на дворцовую площадь, дворцовая улица, вернее улица, назвалась вот это отрезок от Ереванской площади, сейчас площадь Свободы, до дворца Пионеров. Сейчас это полосурустали. Вот в штабе собрались в двенадцать часов ночи. Буквально через три часа, вы представьте, заместитель Берия Пьяшин вместе с внутренними войсками выезжает из Двилиси в сторону Сухуми. Сразу утром к бойцам занимают они Клухорский перевал. И уже на второй день они планируют операцию и задерживают немцев. Сейчас это настолько большая тема, я хочу, чтобы потом мои друзья тоже говорим. Я два слова скажу. После перевода Берия в 1938 году в Москву, он в войсках НКВД, пограничных войсках, он создал ценные группы по подготовке высококлассных снайперов. Сейчас вы представьте, что при дворях Кавказа снайперы вообще-то гениально войска могут дивизию задержать. Мы знаем по Сталинградской битве, знаем этот знаменитый фильм, где идет поединок немецкого и советского снайперов. Вот эти снайперы, которых Лабадзе, Метер Лабадзе, это первый грузийский советский генерал. Абравиде в 1940 году получили, это было первое введение генеральского звания, восстановленное Сталином. И вот Лабадзе он руководил пограничными войсками Грузии. Вот Метер Лабадзе, кроме того, что границу держал на замке, он истребительные отряды создал. Вы представьте, каждый день Грузии, вот как трудно представить, по 100-200 лазутчиков диверсентов ловили. Ужас, что творилось. Весь Северный Кавказ был настроен на антирусский. Это естественно, после знаменитой и самой долгой Кавказской войны, 45 лет продолжалось, чеченцы, игруши, надо все своим словом говорить. Они ненавидели советских людей. Они резали все, не своих людей, не мусульман, вырезали поголов на деревне. Призывали, скажем, 4 тысячи чеценцев, а в армии осталось только 200 человек. Все дезертировали. Вот сейчас раскрыли архивы НКВД. Полтора миллиона войска Берии, НКВД задержали, полтора миллиона дезертировали. Были самоострелы. Ужас, что творилось. Очень тяжелое положение. В людских ресурсах, техниками уступали тогда немцам. И вот в этот тяжелый период Берии со своими чекистами, надо их отметить, это и Варлам Какучая, это и Григорий Каранадзе, это и Шалат Эретели, это и Кичо, и Ларьев Гагу, он тогда был наркоман инковиды в Абхазии. Это все были крупные увеличения. Это были те выдающие чекисты, которые обеспечили охрану Сталина и делегации Великобритании и Америки на Тегерянской, Ялтинской и так далее конференции. Это были люди действительно очень смелые. Судоплата в своей книге вот этот период отмечает. Гречка отмечает это, но они не могут указать, грузийских чекистов не могут указать имя Берия. Берия что сделал? На второй же день Берия уже разобрается на сколько хорошо, что он Сергатского освободил от должности командующего 46-й армии. Вот 46-й армия обороняла как раз с запада, с северно-западную часть, чтобы они через Новороссийск не пришли по этой Батуми, как было задумано. С Москвы приехал Михаил Николадзе, тогда полковник, потом стал генералом, один из сильнейших грузийских генералов, он несколько раз понижали звание, потом опять восстанавливали генеральским званием. Московского амбулцина, командовал концу войны гвардейским корпусом. Вот он был начальником штаба у Леселидзе. Леселидзе специально приезжали из Москвы. В это время Леселидзе командовал артиллерией 50-й армии, которая защищала Тулу, и он там прославился. И вот Леселидзе стал в годы войны во время битвы за Кавказ и после одним из талантливших советских грузийских генералов. Если нет трагическая смерть, он мог бы стать командующим фронтовым маршалом. Вот благодаря грузийским чекистам, благодаря вот этим пограничникам, благодаря вот этому снайперскому движению, которое в горах, в горах, они могли бы удержать целые роты немцев. Благодаря огромной работе, как учае, который все население Свалетии поднял на защиту вот этих перевалов. Вы представьте, что вот мне Заренов рассказывал, генерал Заренов, он был начальником особого отдела в армии Леселидзе, а потом они 18-й армии служили вместе, где как раз и полковник Брежнев был начальником политоотдела. Мы тогда задержали штабиста немцев, и мы нашли карты. Вы представьте, там были столько проходов через Кавказский перевал, что этого штаба за Кавказского фронта не было. Вернее, за Кавказского фронта. Оказывается, 43 прохода и перевалов через Кавказский хребет существовало. Оказалось, что до войны вот этот немец под видом натуралисты зарисовывал то, как это цветочки и так далее, на самом деле он все эти перевалы, всю эту дислокацию изучил. Вот такие ненормальные вещи были. Именно в тот период вышел приказ знаменитый, это мне уже уважаемый Бату Константинович рассказывал, приказ 227 нечагу назад. Вот в это время наш земляк, один из легендарнейших участников Второй мировой войны, Давид Бату Константинович Яковашвили, единственный живой участник историйского парада в Москве 7 ноября 1941 года, потом после ранения он попал на Северный Кавказ. И, видимо, он дополнит мой рассказ, вот какое значение им это знаменитый приказ нечагу назад. Вот очень много можно говорить, но я хочу, чтобы мои друзья-товарищи дополнили, потому что они живые свидетели битвы за Кавказ. Битва за Кавказ, я опять повторяю, это героизм трудящихся за Кавказских республик, не с Северного Кавказа, там много измен было. Это огромная, выдающаяся роль Берия, кстати, в 1945 году единственному человеку в Советском Союзе, маршаловское звание, как раз присвоили Берия. Вот это дань битвы за Кавказ. Берия находился на Кавказе во время обороны 25 дней, с 19 августа по 10 сентября, и во время наступательной операции он находился на церкви, как раз в районе Кувани, тоже 25 или 28 дней. Вот такую выдающуюся роль сыграли. В апреле 1942 года было снято особенное положение города Москвы. 26 июля, в день издания приказа 227, все выноски, счастье, переноски и участие в обороне Москвы были распределены на три части. Одна была направлена на Ленинградском окружении, вторая на Западном, третья на Сталининградском. Как раз в эту группировку я попал. В течение трех месяцев нам было приказано, нельзя что не допустить переплаву немецких войск на левый берег Волги. А что бы то ни стало, попаление мы принимали из Средней Азии, из северных районов. Бои шли днем и ночью, проблела вся Волга. Там полночь или полдня город был освещен и покрыт полностью дымом. Какие там взрывы, какие части там принимали, отборили с обоих сторон. Но особенно наши усилили авиационные части. Бололись наши летчики, отлично! Не сядя своей жизни, они сбивали по нескольку самолетов. Потом возвращались обратно на своих аэродромах и вновь возвращались обратно. В июле 30 июля, когда уже немцы начали выступать, потому что Верховная главная команда еще весной того года, на помощь главных группировок немецких войск находится на Северном Кавказе. Враг был заинтересован, что захватит нефтяный район Северного Кавказа и Азербайджана. И лишить Советский Союз нефтересурсов. Наша часть была переведена из Сталинграда на Северный Кавказ. Через Астрахан, через Каспийское море. На второй же день мы были уже в городе Махачкале. Пышком нас отправили. В тот же день мы отдыхали на одну минуту, потому что сами эти ажурные поишли в районах города Моздока и Малгабек. Это приблизительно 20-22 километра. Немцы боролись с самыми страшными методами. Убивали всех. Даже детей, стариков, женщин. Хотели удержать этот участок, потому что если этот район был бы захватен немцами, 5-6 дивизий наши попадали под окружение. А что это значит, вам это известно. Нам было приказано ни на один шаг не отступать. За 4 дня, да и не прекращались ни на одну минуту, ни ночью, ни днем. Попаление получали из Азербайджана, из Армении, из Северного Кавказа, из Степного фронта, из Западной Грузии. Все части были переброшены, чтобы отбывать немцев из этого района. И не давали возможность. Если вы представите, что 2900 человек, наша часть, рассчитывала в день приезда в Махачкалу, на четвертый день у нас осталось 12 человек только. Мы у нас взяли к другим войскам, подразделениям. Мы воевали, что могли, сколько могли, как могли. Без ни на одной минуты, ни дня, ни ночью. Но очень тяжелейшие бои шли. Очень тяжелейшие. А еще раз говорю. Нам дали на подкрепление авиационные части. Истребительная авиация боролась с немецкими авиаторами с самыми-самыми последними достижениями. Мне недавно пришлось выступать по программе «Мира». И там один бывший военный, я помню, что, ну, будто бы у нас не было ни капитана Гастера, ни того-то, ни того-то ему, я бы отвечал, слушайте, хоть вы фронтовики видели, как боролись наши летчики, наши танкисты, наши артиллеристы. Наши войска своими глазами видели. И он молчал, ничего никакого от этого мне не дал. На пятый день мы ее подкрепили и поступили из Азербайджана, из стеклого фронта. И начали мы контратаковать немцев. Останавливали немецкое наступление на этих убежах. Интересно еще один факт. Из самых участников жильцов города Москвы к нам попала группа 14 человек. И все 14 человек погибли в один и тот же день, в предназначении одной мины. Мы их похоронили в селении Верхний Куб Моговекского района. Мне после войны дважды приходилось навесить этот могилу их, и чем мы могли отметить, вот эту, их память там посмотрели, довели порядок. Кроме того, чтобы дополнить какие-то эпизоды этой героической битвы, является еще и то, что мы должны сделать какие-то выводы, провести какие-то параллели с сегодняшним днем, чтобы не допускать тех ошибок, которые были допущены во время Второй мировой войны, чтобы учесть опыт этих боевых действий. Когда вот здесь участники битвы за Кавказ говорят, что были отборные немецкие дивизии на Кавказе, это не совсем так. Это не только отборные дивизии были, а там были элита немецких войск. В частности, я хочу обратить ваше внимание на первую немецкую годно-стрелковую дивизию Эдельвейс. Туда принимали людей не старше 24-летнего возраста. Тренировались они в Альпах, в Карпатах. Это были профессионалы-альпинисты. Должен сказать, что командир этой дивизии, генерал Ланц, получил рыцарский крест за взятие Нарусского перевала и Кухарского перевала. Ведь там тоже были мобилизованы наши эсваны и наши соотечественники. Но ему удалось обойти эти седловины перевальные, занять господствующие вершины и выбить с этих перевалов наши войска. Не для кого не секрет, что эти отборные войска заняли Элбрус, хотели его назвать пиком Гитлера. И пропаганда Гейбриса чуть ли на всю Европу раструбила о том, что высочайшая вершина Европы покорена немцами, чуть ли не весь Кавказ уже под ними. И, говоря так откровенно, немцам не удалось нам выбить с Кавказа. Они ушли сами. Ушли потому, что вот именно в районе Малгабека были остановлены отборные немецкие части, и они начали отступление, и чтобы не попасть в котел, они оставили вот эти горные перевалы и ушли. Я это говорю все не для того, чтобы прославить оружие Вермахта, а для того, чтобы наши сегодняшние войны сделали из этого вывод. Когда готовят наших инструкторов в Эмеретинском центре подготовки, им нужно давать тот максимальный объем знаний, который нужно войну в горах Кавказа. Это владение всеми видами стрелкового оружия. Это владение альпинистской техникой. Это умение, значит, выживать в экстремальных условиях. Кавказская война, битва со Кавказом продолжается. И Северный Кавказ, он всегда был таким нестабильным. А этому способствовала очень неправильная политика большевиков. Когда мы рассматриваем семь неблагополучных республик Северного Кавказа, которые подчинили губернатору Хлопонину, мы забываем, что около 8 миллионов человек казаков живут на Северном Кавказе. Казаки – это не нация. Казаки – это сословия, которые готовили с самого детства к военной жизни, к условиям походного обитания, что ли, выносливости. И преподавали вот тот минимум, который вначале у нас назывался программа «Молодого солдата». Мне, например, было стыдно, на клубе генерала выступил Сапорильдзе, и достал из кармана военный билет, и показал, вот у меня тоже есть военный билет, я солдат необученный. Вообще, для грузинского, я думаю, воина – это позор, быть солдатом необученным. Нужно обучать. – Чискарчули. – Чискарчули, да, извиняюсь, значит. – Пантул. – Что значит необученный солдат? Ты знаешь, что живешь в таких экстремальных условиях. Тебя нужно готовить с самого раннего детства. Когда из школы исключают программы военной подготовки, физической подготовки, в армию приходит молодежь, которая не может подтянуться на турнике. Вы помните, наверное, недоброй памяти о Круашвиле. Один раз приехал в войска, поднял там какой-то батальон и сделал 7-километровый бросок. И ругался даже неподробными словами по телевизору. Армия побеждает та, которая умеет хорошо ходить, лазит по горам, которые физически подготовлены. Ну, я немножко в сторону отвлекся от темы Большого битвы за Большой Кавказ. Конечно, там был проявлен массовый героизм. Это Исваны. И вот вы сейчас сказали, как в составе зенитной батареи отбивали атаки мессершмиттов. Обычно в этих условиях все самолеты заходят со стороны моря. Они со стороны моря не заходят, потому что нужно иметь запас высоты. Они проходили на бреющем полете, бомбились и уходили над горами вверх. То есть нужно все это знать, и тактику, и стратегию, и так далее. Поэтому нужно готовить кадры. Вот я о чем хочу сказать. Все начинается с АЗО. Спасибо.